Всем привет! Сегодня на обзоре будет проект, на который я уже делал обзор, но обзор будет именно их панели для стейкинга. Так как они уже ее запустили и все работает уже не только в тестовом режиме. Проект называется Geld Finance. Для начала я повторю для тех, кто не смотрел мой предыдущий обзор на этот проект, что такое Geld Finance. Geld Finance это мультицепочная гипер-дефляционная платформа для ланчпадов, обмена и стейкинга. У этого проекта очень мощная экосистема, которая ориентирована именно на продукт. И экосистема данного проекта поддерживает различные блокчейн-проекты на самом высоком уровне. Итак, приступим уже к обзору панели. Для начала на самом сайте вверху выберем стейкинг, вас перекинет на панель, на которой вам нужно будет зарегистрироваться. Отмечу только то, что кто принимал участие в ICO, регистрация не нужна. Участники ICO могут зайти под тем логином и паролем, который использовали при предварительной регистрации на платформе. Регистрация здесь довольно простая и понятная будет даже для неопытных пользователей. Вам нужно будет ввести полное имя и фамилию, действующий email адрес, далее указать пароль, который вы хотите использовать для входа на платформу. Отмечу еще, что пароль должен быть одновременно сложным и в то же время запоминающимся вам, чтобы вы его не забыли. Еще нужно будет указать пароль, тот, который вы нигде не использовали, чтобы избежать хакерского взлома. Далее отмечаем галочкой, что ознакомлены с условиями и принимаем их. Дальше жмем регистрация и вы будете почти зарегистрированы на платформе. Почему почти? Потому что вам еще нужно будет подтвердить тот email, который был использован при регистрации. Для подтверждения вам нужно перейти в свой email и нажать на кнопку ссылку в письме. После нажатия ссылки вас перекинет на страницу входа и все, вы успешно зарегистрированы на платформе и можете войти уже с теми данными, которые вы использовали для регистрации. После входа панель вы сразу же попадаете в наш дашборд. Здесь показан ваш баланс, сколько вы сделали депозит и сколько вы в общем количестве вывели. Во вкладке транзаций показаны все ваши транзации, которые вы делали. Это общее число транзаций, какие вы делали, депозит и вывод. В следующем пункте показаны просто депозит и вывод. Далее идет вкладка вашей инвестиции, то есть те средства, которые были отправлены в стейкинг. И в этой же вкладке можно посмотреть, сколько вы инвестировали токенов в гелд и плюс сколько заблокировано на период стейкинга. Здесь же мы можем посмотреть своеобразный калькулятор профита. Сколько вы инвестировали плюс рассчитан примерный профит за время стейкинга. На вкладке стейк находится самое интересное, а именно стейкинг. Минимальный срок, на который будут заблокированы ваши токены гелд составляет 1 месяц. И за это время вы можете приумножить свой гелд на 10%. Здесь же мы можем посмотреть минимальную сумму, которую можно отправить в стейкинг. Это 335 токенов гелд. Максимальный депозит, который не имеет ограничений. Доходность, которая будет в конце срота стейкинга. Общий возврат годового процента. То есть, если вы постоянно реинвестируете, то на выходе вы получаете API 120%. Сейчас я вам покажу, как сделать депозит. После этого, первое, точнее, что вам нужно сделать, это само собой нажать кнопку стейк. Далее кнопку депозит сейчас. Здесь вы должны отметить криптовалет и нажать сделать депозит. На следующем этапе вам нужно будет ввести то количество токенов гелд, в которые вы хотите сделать депозит. Я введу 100 и нажму продолжить делать депозит. В этом окне показывает то, что вы ввели. И цену это 30 долларов. Так как один гелд стоит 6 центов. Жмем confirm и нас перекидывает на страницу с адресом, на который нужно отправить наши токены гелд. Внимательно все проверяем, чтобы вы нигде не ошиблись. Также можно проверить смарт-контракт на BSC SCAN. Если все верно, то можем отправлять на него наш депозит. Важно знать, что депозит придет не моментально, так как нужно еще подтверждение отранзации в сети. Возвращаемся на вкладку стейкинг. Здесь мы уже видим, что ваши гелд будут заблокированы на 1 месяц. В этом поле вводим то количество токенов, которые хотим инвестировать в стейкинг. Я введу 335. Далее нажимаем подтверждение депозита. В открывшемся окне все тщательно проверяем и только после этой проверки нажимаем подтвердить и продолжить. Вот и все. Нам говорится, что токены отправлены в стейкинг, а также количество токенов и на какое время. В следующем шаге вы уже нажимаете инвестиции. Там появился план стейкинга. Сейчас он находится в пендинге, но через короткое время он уже показывается как активный. В общем, вот так вот просто можно отправить токены GELF на платформе для стейкинга. Никаких сложных манипуляций от вас не потребуется. На этом я думаю завершить свой сегодняшний обзор. Я лишь добавлю один момент, что я лично никого не призываю выполнять каких-либо действий, касающихся инвестиций. Вы должны сделать свой выбор сами. Я лишь скажу, что если все же решите инвестировать в тот или иной проект, то инвестируйте только те средства, которые не боитесь потерять. Инвестирование в криптовалюту является очень рискованным делом. Здесь можно как обогатиться, так и остаться ни с чем. На этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите свои комментарии и также не забывайте подписаться на мой канал.